Поросят Которые родители нам два привозили Они младше на месяц Они младше, но они и больше Они уже большие А вот которые отдали Она маленькая, как была такая Ну немножко может подросла всего Ну вот не знаю, от породы видно зависит как-то Сейчас открываем Сейчас сразу Вот она вот маленькая Вот эти побольше Они даже младше ее Вот эти родители, которые привозили А вот эта вот, она их старшая на месяц Ну почему-то маленькая такая Вот это вот свинья Вот это вот свинья А вот это боже Это тоже свинька Но она какая-то маленькая Она у нас декоративная Ну Идите сюда Идите сюда О-о-о Она какая-то вот вся в шлюсти Крестяная такая А это тоже, смотри Тоже шерстью покрылись Здесь вот вырыли такую яму Кстати здесь вот этот цементировал Ну видно этот цемент Какой-то был плохой Ну старый цемент использовал Оставался он Оставался он В избушке лежал Берут цементировали Они все разрыли Свиньки Кушни У меня погода такая Маленькая Вот эти вот два За детей готовы Здесь свинья А вон Вот это вот свинья Вот это У них еще одно помещение Бегают туда То там поедят То там поедят Да Да Весной Придется здесь убирать Вообще Дофига Да На огород таскать Сколько Тележек Слины Узнают Много Стоять Это пол А Это Свиня Свиня Наверное Стоять Свиня Стоять Сегодня В избушке ночевала Мышей Главила Поймала Много Мышей Поймала Много Просто Посе Ладно Иди домой Сегодня Такая Пасмурная Погодка Но Тепло Что там Минус Восемь Да Все Наверное Уже Весна Сейчас 15 Всего Сегодня Хорошо Снежок Идет Потом Поймем Печку Топить Ребят 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 Не Восемь Как Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Руку я просею, зажимаю, наверное, будет. Не ощущается, а укропа мало, ну, видишь, белки, он же потом разварится, я не знаю, это целую пачку ты высыпала, попачки, попачки, так вон есть. Все? Да, поможна. Мягкая, упругая. Когда в город ездили, вот недавно хотели купить, как она, пельменницу? Пельменница, но нигде не нашли. Там пла пельменница, это китайская, пластмассовая, и там под маленькие такие пельмешки, ну, вообще, как-то с горошкой. Да, кого там она, мне кажется, и у вас это, и она сломается. Ну, она хрупкая совсем, но мы и не стали покупать такую. Да там, в общем, какая-то вот такая вот. Да продаются же такие маленькие пельмени. Да. Мы же вроде как-то покупали. Ну, их это сколько надо съесть? Ну, понятно, там мясо со всем, когда грамулькой, не нравятся такие. Сейчас будем делать фаркс. Зарезаем фаркс. Парш, у нас есть свинины. Сейчас будем кирпичать. Парш у нас есть свинины. Наши порошки. Еще чесночку, еще какую-то штуковину, что-то, приправа Яйца и черный перец, а то будет острый Два яйца назовем, одно маунник, они маленькие яйца Это папника Будем вместе стряпать, лепить вернее, не стряпать, а лепить лемешки А пока будем лепить, расскажем вам какие-нибудь интересные истории Недавно, вот к примеру, ездили когда в Тюмень, там пришла, бабушке пришла квитанция за квартиру Начали ее рассматривать и увидели то, что за мусор, сейчас же новые тарифы, закон по вывозу бытовых отходов Там по людям прописанным начали считать это все В квартире прописано два человека, а в квитанции стоит пять человек Мы сначала подумали, что сейчас-то в деревне прописано, что какая-то ошибка у них, что забыли вычеркнуть Хотя в самой квитанции, где вверху прописка стоит на двух человек, а в самой квитанции посчитали вывоз бытовых отходов на пять человек Ну и вот, и вышло это там что-то около 600 Там без рубля 700 рублей вышло Ну да, 700 рублей вот так где-то Хотя прошло уже два года, как мы здесь живем, и данные как-то не поменялись Ну думали, что это только у нас Поехали Это энерго-бытовая компания сейчас занимается вот таким вывозом мусора Поехали туда, уточнить, ну как все это исправить Но когда приехал я туда, зашел, там народу, вообще целая толпа Ну вот, наверное, все из-за этого и побежали Ну это понятно, что потом там уже вообще выяснить, в чем дело Приехали один раз, приехали второй раз Такая же картина, еще народу больше во второй раз стала Когда приехали домой, мы подписаны на новости тюменские, 72.ру называется Ну, постоянно приходят, и там хорошие новости, там без всякого этой цензуры Пишут все, что происходит в имени Так вот, оказалось, что очень много, почти что всем, ну не знаю, всем, не всем Но очень много людям пришло вот такие именно, ну, платежи Что у некоторых даже было, говорит, прописано один человек Пришло на пять человек, как витанцы посчитали И как они говорят, что это произошел сбой какой-то у них Хотя странно, смотри, сбой произошел, вот питанцы На этой, как написано, ну, за электричество, за то, за все, за тепло Нет, тогда, если сбой произошел, тогда и на выходу нужно пять человек, тогда стоять Еще и так Так нет Они же помнили, что тогда тоже у нас с электричеством что-то были проблемы У них стояло пять человек А по сути там у нас уже было прописано, это два человека Ну, видно, как-то старое, но просто, что удивило, что у людей, у которых не было даже прописано Они, им пришло на, ну, на большее количество людей Счета Хотя, вот, ты меня перебила просто, что вот где расписано, вот, все за воду, за все, вот этот счет На другой стороне, там уже написано, что, типа, произошла ошибка Они, как бы, поленились перепечатать вот этот счет И на той, написанной стороне, что произошла ошибка Вам необходимо, у кого прописано, ну, проставлено большее количество людей Прийти, ну, по адресам там указано, какие С документами, с паспортом Не совсем С собственностью на квартиру, что вы там собственник являетесь И это, как бы, все это исправить Почему, интересно, люди должны ходить там, ну, тратить свое время, когда вот Вот такое тесто получилось С краплениями Укропа Интересно, ни разу так не делали Видели, решили попробовать Сейчас посмотрим Как получится на вкус Ну, скорее всего, они сейчас докопаются И до нашей деревни Но пока у нас, фу-ти-тфу За это мы не платим Потому что, не знаю, там Чтобы платить, им нужно все равно тут поставить Мусорки Мусорки Что-то как-то организовать Договоры ездить, все запустить, как попробовать Вот, и про договор, как раз что Про договор Что людям Нам приходила вот Квитация по уплате за электричество И там было так, чуть ли не в приказном порядке написано Что вы там обязаны прийти, явиться туда-то Чтобы заключить договор По вывозу этих Бытовых отходов Соответственно Никто не пошел туда Заключать эти договора И так вот Ну, в Тюмени, я как понял Что они вот Для этого и требуют документы Чтобы пришли со всеми документами Чтобы заключить договор Уже Посмотрим, в следующий месяц приедем Посмотрим, какая капитанция придет Если такая же будет, придем Пойдется разбираться Придется разбираться Я вот вчера, кстати, прочитал Там, это Другую историю Ну, как не историю Это факт Что сейчас вот в Тюмени Много же вообще сейчас частных клиник Этих медицинских Больницы частные И вот одна женщина рассказала Там Она Сейчас на пенсии И По образованию Ну, по специальности она врач Уже Ну, всю свою жизнь проработала В больнице И вот она что рассказала Что на пенсии Ну, скучно ей было И решила Она устроиться На работу Там Нашла какое-то объявление Что требуется В медицинскую Там Клинику Как операторы Там Не операторы Ну, операторы По работе с клиентами Там Вот она пошла туда И В чем ее работа Ее сразу же взяли туда на работу Заключалась работа в следующем Что Она сидела за телефоном Там Телефон сам набирал Какие-то номера И она Обрабатывала Ну, как клиентом Должна была общаться с клиентами Что Говорит, что Сейчас вот акция идет Какая-то у них шла акция Здоровая Что-то семья Или что-то такое Не помню точно Что И приглашать на бесплатные Эти Обследования Что она Проработала Говорит Что-то там То ли недели То ли четыре дня И поняла Что там происходит И просто оттуда Уволилась И решила Она Обратилась В эти новости Рассказала Вот эту тему Так что там происходит А? Вот я тебе сейчас расскажу Что происходит Люди Которые Ведутся на это И идут на обследование Они делают Это обследование И находят у них Какие-то заболевания Да, это по телевизору Даже показывали Да? По телевизору показывали? А вот вчера Я вчера прочитала Вот по телевизору Недавно показывали Да Только не в Тюменской области А где-то В Тюмени Вот у нас Прямо В Тюмени А кто где-то показывал Я вот смотрю Господи, таких развелось Вообще До фига И говорят Они говорят Выходят Они говорят Боезни Находят И они говорят Такие деньги Выплачивают Чтобы вывеситься Они там же Они там же Оформляют кредит Что говорят Вот можете Оформить у нас Прямо здесь Кредит какой-то Типа льготный Но в итоге Он не льготный Там что-то 26% годовых Что-то выходит Те люди В шоке Сами И некоторые Оформляют Эти кредиты И бегут Да И потом Наверное Еще их и лечат Представляешь От тех болезней Которых у них нет совсем Кошмар Короче Творится Это все Я Ох Смотри Замяло Кружочек Кружочек Замяло Вот он Так вот Ну Кошмар И главное Что у них Все как Они сгорят По закону Все Шито-крыто То есть Они работают И по сей день Вот так Там Так и написано Было Что они работают И что там И прокуратура Там что-то не может Ничего с ними сделать Не знаю Что их только А она что устроилась Ее как-то Неофициально Взяли на работу Ну что не устроено Договоры Ни по договору Ни по какому Там ничего Что говорят Могут только Привлечь За это Там написано В Роспотребнадзор Там что-то Они уже два года Как я понял Как второй год У них много жалоб На них было У меня просто тоже Был случай в жизни Тогда я учился В институте И был у нас Медосмотр Значит Там Один Что нужно было Сделать УЗИ И нас отправили В больницу Приехали мы Значит в больницу Там как-то Что Вот в такой-то день Просто надо Самим приехать туда И сделать вот это УЗИ Я приехал Мне сделали УЗИ И сказали Там мужчина Мужчина такой Молодой Там парень был Врач Он говорит Да у тебя что-то Это с почкой Это вообще хана Говорит Почки Я так Испугался Говорю А что такое Так вот смотри Он что-то показывает Ну вот этим будет Там на экране показывает Говорит Она у тебя вся какая-то Скукожилась Говорит Мне уж вообще страшно Я говорю Что делать-то теперь Он говорит Ванна говорит Приди завтра Завтра придешь И я не понял Ванна завтра Вот я читайте Целый день Всю ночь Все думал Вот это Что там Сколько мне осталось Жить-то вообще Блин Нафиг Или там Остану себя без почки Или как Вообще Будет ситуация-то Ну Происходить Ну Приехал я на следующий день Там совсем другой Пожилой мужчина Такой Врач Я говорю Что такое Приехал Я говорю Так вот Мне вчера Я делал УЗИ У вас Мне сказали Что у меня Что-то с почкой Совсем беда Он говорит Ну давай А кто Говорит Был Я говорю Не знаю Я у него фамилии не спросил Молодой Какой-то парень Это делал УЗИ Тот Мне сделал УЗИ Говорит У тебя вообще Прекрасная почка Все Это говорит У нас Вчера Были практиканты Представляю Практиканты Я говорю Я чуть это Я нифига себе Говорю Я всю ночь Не спал Говорю Это Как-то Думал Как дальше-то Жить Это С этим Делал Ну ладно Все хорошо Что-то Хорошо Заканчивается А тут Вот Они Как это Она Рассказывала Что Человек Если Начинает Там Ну Что-то Сомневаться Об этом Они Пусть Приглашают Глав Врача Он Приходит Еще Осматривает Говорит Это Все Точный Диагноз Там Это Кошмар Вообще Друг дом Нет слов Да Такие Истории Такие Как так Можно Над людьми Издеваться Пока Я болтал Нарезал Кружочки Сейчас Сейчас Опять Скажут Что Он Все Болтает Болтает Ничего Не Делает Видите Болтает Болтает Еще Пластмасс А тут Наоборот Еще Заставляет Платить Ну Вот Так Логически Если Разобраться Представляешь Мы бы Железо Насобирали А с нас Еще Деньги Что Привезли Давайте Нам Еще За Утилизацию Это Же Не Ядерные Оскоды Какие То Ну Я Так Думаю Вот Я Знаю Что Стекло Не Сильно Дорого Принимают Я Смотрел На Одном Канале Он Сдавал Они Там Целый Прицеп Стекла Нагрузили И Что Там Сколько Две Тысячи Что Ли Они Всего Получили Ну Короче Вообще Мало Мало Ну Это Битое Стекло Было Битое Стекло Я Не знаю Сейчас Вообще Принимают Бутылки Вот Такие Стеклянные Я Помню В советское Время Когда Маленький Был Я Вот Эти Бутылки Собирал Так Там Одна Бутылка 20 Копеек 20 Копеек Это Там Мороженое Стаканчик И Этих Бутылок Вообще Везде Валялось Ну Много Я Вот Помню Что Даже Там Некоторые Одноклассники А мы С другом Он Кстати В Америку Уехал Когда В школе Мы учились Он Еще В школе Уехал С семьей В Америку Маленьким Вот Это Друг Мой Был Мы Вместе С ним Собирали Бутылки В детстве В таксопарке Мыли Машины Так Вот Зарабатывали Одноклассники Один раз Нас Пытались Это Постыдить За то Что Мы Бутылки Собираем А мы Как бы Не специально Их Конечно Собирали Ну Вот На велосипеде Например Едем У нас Там Ну Сумка С собой Вы Едешь На велосипеде Увидел Бутылку Остановился Раз Где-то Ее Положил Сумку Дальше Катаешься Насобирал Там Рубль Рубль Это Вообще Много Конечно Я Помню Там В видеосалоне С мороженым Совсем Рубль Пятьдесят Стоило Сходишь В видеосалон Поешь Мороженое Там Кемо Посмотришь Сейчас В группе Пятьдесят Ничего Не стоит Лазерка Букс Пятьдесят Не стоит Маш Крепечку Посмотрите Пойду Посмотрю Печку Теперь Так И все Кончики Кончик Помощники Пришли Нет 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 Сама Умешь Научишь И все Можешь Делать У папы Тоже не Поучался Папа Тоже Потанцов Папа Тоже Умеет Делать Да Папа Угу А валиники Умешь Хорошо Поучаются У вам Валиники Умешь Вы Свои А я буду Делать Как Племенец Сейчас Чебуреки Чебуреки Дай ему Сейчас 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 Он у меня Само Можем Нет Не надо Мне закладывать Я сам Можем Ребятишки Катались На Санках Да На Водных С этим С моторчиком Да Как Ганзопилы Можем Можем Угл Ребят Можем 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 Субтитры создавал DimaTorzok